Строительство Духовного Центра имени Пророка Иссы продолжается. Принять участие в реализации масштабного проекта приезжают люди из разных уголков Дагестана. В стороне не остаются и представители власти. Кто приехал в Духовный Центр на этот раз, знает Хамза Нурмагомедов. Внести свой вклад в благоустройство территории, прилегающей к Духовному Центру, приехав из Риших Саидов. Приседатель Народного Собрания Республики вместе с коллегами посадил Магнолию в Народной Аллее. Для гостей провели экскурсию по облагораживаемой территории. Хизри Ших Саидов сам ограну в прошлом, поэтому оценил организацию работы профессионально. На все вопросы они дали квалифицированный ответ. Всё делается правильно, своевременно. Я думаю, что эти деревья вырастут, и здесь будет красота такая, что все будут стремиться переехать, жить ближе к этой аллее. Народная аллея тянется от строящейся мечети до берега моря. Это около 1500 метров. На территории уже посажено более 2000 саженцев. По словам проектировщиков, помимо разнообразных деревьев, здесь будут также расположены фонтаны и качели. Людям создадут все условия для приятного семейного отдыха. Мы здесь будем гулять, воспитывать своих детей, заниматься спортом, физкультурой. И, конечно, обязательно будем ходить, молиться в эту замечательную, самую большую мечеть в нашей стране. Это память о дагестанском народе. Поэтому мы благодарны тем, кто проявил эту инициативу, поддерживаем. И будем всячески способствовать, чтобы это было самое красивое место в нашей республике. «Сердце духовного центра – мечеть». Сейчас завершается заливка бетонных перекрытий. Скоро приступят к монтажу конструкции каркаса, на который будет крепиться кровля. Полностью завершить строительство духовного центра планируют в 2025 году. Ежедневно сюда приезжают группы добровольцев из разных городов и районов республики. Каждый стремится принять участие в этом благом деле, финалом которого должно стать историческое открытие самого крупного духовного центра Кавказа. «Давайте вместе строить духовный центр!» Хамзанур Магомедов, Рашид Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.